Доброе утро дорогие друзья, вот так неожиданно, не гаданно, нежданно, Рувин мне вчера звонит и говорит, мы едем на лыжи. В общем-то он едет на лыжи, говорит, можно я твой сноуборд возьму, а вы помните, что у нас целая полка экипировки. Что самое классное, мне подходит как сноуборд, так и лыжи. Я такой, ну в целом без проблем, давай утром посмотрю. Утром смотрю, ботинки сноуборд есть, потому что у меня был вопрос касаемо ботинок. Говорю, есть, можешь заезжать. И Рувин такой, хочешь с нами? Я говорю, ты еще спрашиваешь. Поэтому 15 минут назад встал и уже через минут 30 будет Рувин здесь. Так что нам нужно торопиться, мы едем кататься на лыжах. Я набрал ключи, что дурень фантика, мне сейчас, чтобы достать всю экипировку, Мустанг стоит слишком плотно. Нужно отодвинуть трак, выгнать полностью отсюда Мустанг и после этого уже все достать. Поэтому чувствую, займет это у меня минут 15. Вот это серьезная машина. Так, где у него здесь ручник? Вот в чем вопрос. Нет, я все еще на ручнике стою. Йоу, вы прикиньте, как они думали? Все, ручника нету. Реально, как в Мерседесе. Нет вот этой вот палки, которую вы дергаете. Фух. Ну с траком вроде бы справились. А Мустанг, я уверен, сейчас просто не заведется. Потому что аккумулятор почти 100%, я уверен, сел. Пять дней не заводился. Так, ну экранчик горит. Не заведется. Заведется? Классно. Эх, сколько дней не катался. Главный вопрос, какие из этих ботинок мои? По-моему, по-моему, вот эти вот или вот эти вот. А эта фишка до сих пор не дает мне покоя. Ну завелась же с ключика. А потом точно так же вы ее и глушите. Лыжи эти классные. Я помню, я от них перся. Потому что это Соломон. Легенда, так сказать, в производстве лыж. Они классные. Камера, конечно, помогает знатно. Она тут еще и плюс-минус умная. Первый Вин позвонил, они ко мне едут. Я одеваю все обмундирование и едем. Достаю я, короче, только что письмо. Написано, Google мой бизнес в Америке. Прислали на русском письмо. И я не буду показывать адрес на другой стороне. Но это касается того, что кто-то разместил мой дом как отель. Я вам говорил, что Google его убрали. Вот сейчас посмотрим, что они там пишут. Нам осталось ехать примерно полчаса. Смотрите, человек на сноуборде едет кататься. Рувим, рувим. Посмотрите на эту. Что лучше. Становились где-то на заправке. Я вот иду и думаю, может мне что-то попить взять? Кофе? Кстати, за что я люблю? Мы, я не знаю, может мы в Неваде, может где-то еще. Но кофе здесь, ну, типа дешевое. Тут даже продукты дешевые. То есть в Неваде все намного дешевле. Это еще Калифорния, скорее всего. Это не Невада, но тут начинаются невадские цены. А что это здесь такое? Зашнуровывается, мы уже на месте. Экипировка есть, так что ты готов? Катание здесь стоит примерно 140 долларов. У Рувима тут работает какая-то из родственников. А я, насколько понял, полгорода у Рувима родственники. Вот так вот. И она сделала нам проходку всего за 20 долларов, что супер классно. Так что, благодарите Рувима за сегодняшний контент. Рувим, оцени на 0 до 10, насколько я похож на лыжника. 10. Похоже, реально. Рувим, красава, каску потерял. А вот lost and found. Рувим пешком догнал автобус. Бежал за автобусом. Прыгнул в автобус и достал шлем. Все-таки нашел. Первый шаг обуться. Ногой двигает уверенно уже. Только его не волнует, что он шлем забыл, да? Я не могу. Бортом, бортом, назад тормози. Ты встаешь, ты встаешь, встаешь, встаешь и бортом тормозишь. В общем-то, прогресс идет, прогресс идет. Рувим падает, но учится. Мы пришли на самую легенькую горочку, чтобы обучить его самым простым базовым принципам. Короче, Рувим допустил ошибку, которую я допускал еще год назад. Это когда вы заходите вот в такую вот бучу, а на сноуборде отсюда никак не выбраться. You know. Вроде бы казалось, мне должно быть скучно учить, но с Рувимычем так классно поржать. Вы не представляете. Он получает удовольствие, я надеюсь. Учась. Я получаю удовольствие, ржу. Это, короче, зона фристайла. Если вы просто, вот как мы видим, тут, кстати, пологий спуск. Если вы любите трюки, то вы можете делать трюки. Я сейчас попробую что-то сделать. Трамплины это, конечно, что-то. Я обычно еще просто какие-то образовавшиеся ниоткуда трамплинчики. А здесь они уже подготовлены, что классно. Рувим она один кружочек, чтобы, так сказать, насладиться, насладиться трамплинчиками. Что вы понимали, я скачал специальное приложение. Вы выбираете, в каком вы горнолыжном курорте. Оно знает все трассы и говорит вам, за сколько именно вы спустили с той или иной трассы. И, в общем-то, с Рувимом у меня эта трасса первый раз заняла час 15 минут. Второй раз там порядка 40 минут. Последний раз я спустился с нее за 3 минуты 15 секунд. Потому что я оставил Рувима. Я сейчас его догоню. В этот раз он будет еще лучше. То есть у него уже более-менее нормально получается. Но я предполагаю, что он справится за минут 25. То есть я могу почти 10 раз спуститься. Хотя подъемник занимает минут 5, поэтому не 10. А я думаю, разков так 4-5 я смогу спуститься, пока он едет вниз. Ну почти, Рувим, почти. В общем-то, сам подъемник едет слишком долго. Я спускаюсь в 2 раза быстрее, чем поднимается подъемник наверх. Вот мы и встретились с Рувимом. Вы посмотрите, какая грация, какая техника. В общем-то, я только что так горел желанием догнать Рувима, что спустился сверху донизу. А вы посмотрите, вы на подъемнике едете минут 6-7. Я спустился донизу за 2 минуты. Сколько? 24 секунды. Максималка у меня сейчас 47 километров в час, если переводить на километры в час. То есть это как нормальное движение автомобиля. Знаешь, какая у меня максималка? Ага. 5. Насколько быстрее я могу проехать круг? В этот раз 2 минуты в 6 секунд. Вообще, как я обожаю кататься на лыжах. Да, может, скоро с Егором и там одноклассником Райджелом поедем. Надо еще, может, с ребятами как-то договориться поехать покататься. Друзья, не забывайте, что осталось буквально пару считанных мест на мой курс. Я, кстати, перенес его на пару дней, потому что понимаю, в будние дни не все могут. Теперь он будет проходить в субботу. Для тех, кто боится, что он не успеет на прямую трансляцию, будет доступна запись. В общем-то, вы помните, что я рассказывал, что вложил всю душу. В этот раз с момента предыдущего курса прошло сколько? 3-4 месяца, потому что я его конкретно доработал, съездил на Виткон, узнал всю информацию. Такого курса нет ни у кого, потому что в этом году ни один русский блогер не приезжал на Виткон. Поэтому я вам советую не медлить, переходить по ссылке в описании и записываться на мой авторский курс. Ты что, с ума сошел? Ты по самой сложной поедешь. Я не ожидал, что я поеду по этой. Я как валю, наверное, километров 40 сейчас. И тут начинаются горбочки. И я по горбочкам, горбочкам, горбочкам выезжаю, думаю, хух, все, лежит рядом со мной. Я, блин, взял ученик, выбрал самую сложную, потому что думал, что я красавчик. Только что проверил и как раз на этих горбочках побил максималку. То есть сейчас она составляет 50 километров в час, ровно. Это я побил свой вообще в целом рекорд, который я еще поставил в прошлом году. И уже почти нету, они закрываются буквально через 15-20 минут. Надо успеть еще хотя бы 3 раза спуститься. Я просто не верю своим глазам. Я говорю, я хочу спеть на последний. Все, людей уже не впускают. Я беру, не напрягаясь вообще, просто классно катаясь, наслаждаясь. И в итоге мне показывают 38 миль в час, что равно 61 километру в час. 61, вы представьте. Это абсолютный мой рекорд. Я сомневаюсь, что я когда-то добивал до такой скорости. При том, что до этого я пытался побить рекорд. Ехал там трассами, где пологая. Сейчас я просто ехал, объезжал людей, играл в шашечки, просто прикалывался. Мне нравилось. И я сделал это 61 километра в час. Это тупо нереальная скорость. При том, что я даже не чувствовал себя на грани. Я могу намного больше, но я не хочу испытывать. Поэтому я еду постоянно на уверенной скорости, не на пределе. Ну что же, последний спуск. Добьем этот горнолыжный курорт. Вон, парковка уже почти пустая. Накатались? Очень накатались. Холодный всем мрак, поэтому приехали вы на наут. Возьмем что-то поесть. Фух, накатались, конечно, знатно. Я аж по дороге уснул. У меня были еще грандиозные планы. Типа сейчас быстренько забежать переодеться. С Рувимом и его родителями ехать к ним. А так как все находятся буквально напротив дома Рувима, можно было бы пойти погулять. Но, во-первых, снова-таки часть нашей команды заболела. Даже среди друзей. А во-вторых, я уже просто не в силах, скажу честно. Я по дороге уснул и чувствую, что если сейчас лягу, больше не встану. А мне еще влог надо монтировать. Фух, конечно, классно покатались. Я уже пойду отдыхать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.